Итак, друзья, решил я снять обзор на аккумуляторную цепную пилу DEVOLT 575 модель. Почему решил вообще снять обзор на электроинструменты? В основном на моем канале я рассказываю про солнечные электростанции, но согласитесь, те, кто строит солнечные электростанции, в основном имеют свои дома или планируют иметь свой дом. Дома без инструмента мужику, я не знаю, как-то как-то неправильно, поэтому всегда там что-то делаем руками, работаем. Жизнь на воле, это совершенно по-другому, это не жизнь в квартире, не жизнь в городе, так сказать. Поэтому инструменты всегда нужны. И решил я открыть такую рубрику на своем канале, как обзор электроинструмента, дабы не только электро, а вообще, наверное, будет правильно сказать обзор инструмента, дабы дополнить и немножечко разнообразить свой канал. Я не являюсь менеджером какой-либо компании, и обзор у меня исключительно естественный, настоящий обзор того инструмента, который я испытал в деле, которым я поработал. На ваших глазах цепная пила аккумуляторная DeWalt 575 модель, как вы видите, она уже у меня в работе, она уже у меня в деле. То есть она не новенькая, прям такая, с магазинчиком, как обычно показывают менеджеры определенных магазинов, она уже потрудилась. Для чего эта пила? Основная ее задача. Для чего мы покупаем такой инструмент, когда, казалось бы, можно использовать, например, вот такой инструмент. Это тоже электропила Makita. Ну, а мне немножечко в другой серии, в другом видео. Сегодня ProDeWalt. Итак, зачем я купил такую пилу, когда, казалось бы, есть электрическая пила? Ну вот, решил взять именно аккумуляторную. Сейчас я вам расскажу подробнее. Давайте пройдемся по характеристикам данной пилы и в процессе я буду вам рассказывать, что и как. Итак, значит, цепная пила, напряжение аккумуляторов здесь 54 вольта модель. Волт. Шина у нее длиной 40 сантиметров. Значит, цепь данной пилы, вот я покажу поближе, цепь 40 сантиметров, 56 звеньев, 3,8, 1,1 миллиметр. Производится в США. Вот я думаю, что будет видно на камеру, но я отдельно выведу на экран непосредственно характеристики по цепи. Значит, какой плюс данной пилы? Плюс в том, что это пила аккумуляторная. Я покупал ее в комплекте непосредственно с аккумулятором 9 Ач на 18 вольт, ну либо 3 Ач на 54 вольта. Мы альтернативщики, это прекрасно знаем. Аккумулятор поставляется вот с такой вот заглушечкой. Это не просто так крышечка. Эта крышка разъединяет контакты и с помощью нее можно провозить данный аккумулятор в самолете. Представляете, какая глупость? Если без крышки вот так вот в самолет тебя не пустят, а вот так вот ты запросто можешь ввести аккумулятор непосредственно в самолете. Вот так вот. Значит, также поставляется с пилой, ну вот я, по крайней мере, брал сразу комплект, зарядное устройство. Это быстрое зарядное устройство. Мощность его 8 Ам. В общем-то он заряжает данный аккумулятор. Ну, довольно-таки быстро. Я не знаю, минут 40, наверное, полчаса примерно. Ну, заряжает довольно-таки быстро. Так, очень удобно сделана здесь непосредственно регулировка цепи. Смотрите, здесь все, не нужно никаких ключей, безключевой доступ. Ослабили, ослабили цепь. Вот, пожалуйста, натянули цепь. Вот таким вот образом все очень просто, быстро, удобно. Основное, основная цель и назначение данной пилы. Данная пила, в общем-то, ничем не уступает сетевой пиле. Ну, например, такой вот, как Makita. Да, вот, посмотрим. Makita мощностью 2 киловатта. Эта пила сравнима по скорости распила с Makita. Единственное, конечно, ей нельзя долго пилить. Ну, примерно такого аккумулятора хватит на полчаса работы. Вот если вы непрерывно будете пилить, пилить минут на 20. Вот, но, друзья, согласитесь, для чего мы берем такой инструмент? Не для того, чтобы рядом с домом пилить. Рядом с домом пилить можно Makita. Этот инструмент нужен, в первую очередь, для того, чтобы, во-первых, не разбавлять никакой бензин, да, не заморачиваться со смесями. Взял, положил в машину данную пилу, положил аккумулятор и поехал в лес за валежником, допустим. И чтобы не беспокоить соседей, ты спокойно пилишь и не шумишь. Не нужно в лесу пилить на короткие чурочки. В лесу напилил двухметровики, трехметровики, положил в прицеп, приехал к дому и у дома уже распилил электропилой от сети так, как тебе нужно. Поэтому данного аккумулятора для работы в лесу, чтобы напилить целый автомобильный прицеп, вполне достаточно. Даже не обязательно покупать второй. Зарядили, поехали в лес, напилили, в прицеп нагрузили, приехали к дому, распилили на брусочки, на пенечки и так далее. Так, ну давайте, что тут можно еще посмотреть. Вот так она выглядит. Сейчас мы ее взвесим, а даже весы специально. Здесь используется бесщеточный мотор. Кстати, очень мощный, я не знаю, но по ощущениям не менее чем киловатт 800. Вот в характеристиках там не указана ее мощность, но она ничем не уступает той же самой Маките или, например, даже бензопиле. Ну, конечно, если мы примерно аналогично бензопилу будем сравнивать. Очень удобно сделал масляный бачок. То есть, да, кстати, в работе всегда смотрите за маслом. Масло довольно-таки быстро кончается. Очень удобно. Раз, раз и все, и открыто. То есть, очень удобно. Не нужно долго что-то откручивать. Раз, раз. Все, здесь, здесь молодцы, здесь все классно продумали. Соответственно, аккумулятор. Вот таким-то образом у нас аккумулятор вставляется. И все, пила готова к работе. Вот таким образом. Соответственно, здесь предохранитель. Очень удобно. Чем радует вообще Деволт? Чем он меня порадовал? Удобством. То есть, я когда взял в руки эту пилу, я сразу... Ну, все на месте. Все, вот она. Раз. Сразу предохранитель, спусковой крючок, так сказать, курок. Вот. Все отлично. Все удобно. Все прорезинено. Ручки резиновые. Они не скользят. Они очень удобные. Пила держится в руке. Можно держать одной рукой. Теоретически она... Ну, она не такая уж легкая, но одной рукой вот запросто. Я лично держу. Ну, я такой парень неслабый. Вот. По большому счету. Ну, вот такая вот, в общем-то, пила. Что про нее еще можно рассказать. Давайте разомерим длину, вес. Вот таким вот образом у нас получится. Длина пилы. Так. 85 сантиметров длина пилы. По весу как раз у меня здесь стоят весы. Сейчас мы с вами взвесим. Можно взвесить отдельный аккумулятор, отдельно пилу. Но смысл на самом деле взвешить отдельно аккумулятор и пилу, мы все равно будем работать именно с аккумулятором. Итак, вот у нас весы. Вес пилы с аккумулятором 5 килограмм 970 грамм. Ну, грубо говоря, 6 килограмм весит пила. Ну, не знаю, тяжело это или нет. Да нет. В общем, не тяжелая пила. Ну, для сравнения, сколько весит Makita. Makita 5500. Ну, то есть, грубо говоря, Makita на 500 грамм полегче. Ну, давайте взвесим отдельно аккумулятор, чтобы тоже иметь представление. Аккумулятор весит 1 килограмм 455 грамм. Ну, такой вот вес аккумулятора. Так, друзья, давайте я вам еще покажу, как здесь снимается шина, снимается цепь. Все это одевается. Действительно, все сделано очень просто. Вот, честно скажу, знаете, вот ощущение, сделано все для людей. Вот это, кстати, тормоз. Вот, все очень мягко, все удобно. Ну, вот, в работе я ее уже очень хорошо так испытал. И только одни положительные эмоции. Я вам еще хочу сказать, что первое прикосновение, знаете, первое прикосновение к дереву, как в масло. Я был в шоке. Я просто, я, честно сказать, вот первый раз, когда я вот стал ей пилить, я не ожидал такого эффекта. Я не ожидал. Ну, представляю, аккумуляторная пила. Ну, что тут такого аккумулятора, думаю. Ну, наверное, ну, я не знаю. Ну, пили, да, ну, не быстро. Но когда я попробовал, это превзошло все мои ожидания. Вот, реально, просто не ожидал, потому что как в масло. Вот, сразу заказал себе еще цепь. Так, ну, не знаю, наверное, еще на всякий случай закажу. Вот, специальный напильничек. Так что буду точить. Здесь чуть тоньше цепь, чем на Маките. Здесь вот как раз вот этот вот параметр 1.1. Это как раз, я так понимаю, паз в самой шине. Мне очень понравился. Пропил более тонкий, видимо, из-за этого тоже вот пиле легче пилить. Пилит, ну, как вот по маслу. Сейчас немножечко мы с вами пройдем по пиле. Давайте я вам покажу, как здесь. Здесь все просто. На самом деле, я говорю, сделано все вот для людей, для удобства. Раз, все, оп, не надо ни ключей, ничего. Что еще здесь порадовало? Ну, смотрите, сейчас я покажу. Вот мы снимаем крышку, и ничего, никуда шины, никуда не вывалятся. Вот, я снимаю крышку. Снял. Ничего никуда не вываливается. И смотрите, здесь вот этот ползунок натяжки цепи, он как бы внутри спрятан. Очень удобно, очень классно. И шина, сама она туда-сюда не болтается, потому что здесь выезжает такой специальный шип, так называемый, если по-плотницки мы будем говорить, который удерживает его здесь на месте. Никуда ничего, нигде не болтается. Соответственно, прямо здесь ослабляем цепь. Вот она пошла ослабляться, ослабляться. Вот таким вот образом. И вот мы свободно снимаем. Вот так, мы сняли все. Здесь вот это вот, это масляный насос. Непосредственно здесь отсюда масло. За маслом следите. Масло, ну, довольно-таки, быстро кончается. Надо следить, не прохлопать этот момент. Вот, то есть, вот, что я хотел показать. Довольно-таки все, действительно, все удобно. Вот, реально, мужики. Я, я не знаю, я очень доволен. Я не обзорщик, знаете, я не снимал никогда обзоры. Это, можно сказать, первый мой, один из первых моих обзоров. Ну, надеюсь, что понравится вам. Если что, замечания делайте, не стесняйтесь. Может быть, где-то что-то мне надо поправить. Потому что я хочу вам еще некоторые инструменты показать, в том числе электро. Буду показать, естественно, только те инструменты, которые были у меня в работе, которые я сам попробовал. Не знаю. Вот, смотрите, видите, все. Вот, я поставил шину, все. И спокойно. Не надо ни в какие пазы попадать, куда-то еще. Все, вот, на сверху крышечку раз. И закручен. Я там какие-то моменты в видео ускорю, чтобы вам долго не смотреть. Вот, все. Подтянули. Все отлично. Цепь должна быть натянута. Когда, если цепь не натянута, если она вот так провисает, у вас будут оставаться рубцы на звездочках. Ну, запомните, это касается всех пил. Не только электро, но и бензиновых, и всех из цепь всегда должна быть натянута. Но не перетянута, а вот примерно вот как сейчас. Вот таким-то образом. Эта цепь, она вся в масле. Следите за маслом. Можно использовать специальное цепное масло. Продается оно отдельно. Стоит оно и настоящее хорошее синтетическое масло. Стоит недешево. Примерно 320-360 рублей за литр. Вот. Но я еще заметил, у меня просто осталось от автоматической коробки передач Декстрон-3. Мне очень понравилось, как идет смазка Декстрон-3. Но я его не покупал, он у меня просто был. Я его использовал. И вот даже заметил, когда в бачке кончилось масло, сама цепь оставалась такой скользкой. Вот, видимо, там какие-то свои свойства определенные. В общем, вот таким-то образом. Пойдем попилим, ребят. Прелесть этой пилы в том, что поставил аккумулятор и пошел работать. Все. Ролик ускорять специально не буду, чтобы вы видели реальную скорость работы пилы. Приятного просмотра. К слову сказать, диаметр этого березового бревна 16 сантиметров. Согласитесь, друзья, не каждая бензиновая пила может работать с такой скоростью. По крайней мере, моя самая простая эхо-бензиночка, самая первая, самая слабенькая, так пилить не может. А сейчас просто пилю одной рукой. Одной держу бревно, другой рукой держу пилу. Одной рукой пилю. Поэтому уже давление не такое на пилу, поэтому чуть медленнее. КОНЕЦ Ну вот и все. Минута времени, если не меньше, и я разделался с 6-метровым березовым бревном. Ну а теперь покажу вам, как можно пилить вот такие здоровые пни. 40 сантиметров с одной стороны, 43 сантиметра с другой диаметра бревна. Ну, по всю длину шины, короче говоря, бревно. Смотрите, ребята. Пилю одной рукой. Если бы двумя, было бы быстрее. Просто приходится держать. Стараюсь специально, чтобы на камеру лучше было вам видно. Хотя немножко надо было поправить экшн-камеру на голове. Ну, первый раз такие кадры снимаю. В следующий раз получше сделаю. Осина сырая и очень вязкая. Но, тем не менее, пила пилит все отлично. Вся шина полностью погружена в осину, в бревно в это. Но, тем не менее, вот, казалось бы, да, на таком аккумуляторе, ну как? Вроде как фантастика. Нет, не фантастика, а реальность. Пилит без проблем. Ну, вот и все. Распилено это бревно. Еще раз. Контрольный замер. 40 сантиметров. 41. Вот таким образом. Да, пила, конечно, отличная, ребят. К вопросу, рекомендую я ее или нет, однозначно рекомендую. Ну, на этом и закончу свой ролик по обзору данного инструмента. Цепная аккумуляторная пила DeWalt 575 модель. Вам пожелаю крепкого здоровья, мира, благополучия, добра вам, вашим семьям и близким. Будьте здоровы, ребята. Заглядывайте на мой канал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok